На самом деле сейчас фактически президент Украины пытается понять, что ему стоит сегодня делать. То ли ему действительно стоит начинать исполнение Минских соглашений, которые являются для него весьма дискомфортными и неудобными. В данном случае, поскольку, с одной стороны, лишают его текущих заработков, во-вторых, вводят в конфликт с националистами на территории Украины. И, в принципе, наверное, просто ему притят в какой-то мере. Либо стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и попытаться решить проблему Донбасса военным путем, то, о чем неоднократно на Украине звучат призывы, звучат требования со стороны радикальной части как политического, так и националистического группировок. По этой причине для себя он выясняет самое главное, стоит ли ему рассчитывать на победу, в данном случае, госпожа Клинтон, и на то, какими, соответственно, полномочиями и чем Соединенные Штаты поддержат его в случае победы госпожи Клинтон. Ведь одним из заявлений Порошенко было, что Украина продолжает просить у Соединенных Штатов летальное оружие. В условиях внешней ситуации единственное, для чего это оружие может быть нужно Украине, это только для подавления ситуации на Донбассе силы. Господин Трамп в своей, по крайней мере, предвыборной программе неоднократно подчеркивал, что он является сторонником здорового прагматизма. И даже представитель вчера в Киеве, когда выступал один из представителей Соединенных Штатов, связанный с Трампом, он сообщил, что при Трампе Украина может быть получит летальное оружие от Соединенных Штатов, но за деньги. То есть фактически это такой обычный прагматичный подход обычного бизнесмена. То есть если нам это выгодно, мы вам это продаем. Если мы получаем прибыль, мы вам помогаем. Если мы вам не получаем от вас денег, мы не получаем от вас прибыли, мы вами не занимаемся. Это то, о чем он неоднократно подчеркивает в своих выступлениях, что если мы не понимаем, где прибыль американского народа, американского правительства, вот ситуация на Украине, то зачем мы тратим на них свои силы и ресурсы и ухудшаем свои отношения с Россией. Это его официальная, по крайней мере, предвыборная позиция.